День добрый, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наши встречи. Пока еще продолжаем. Напоминаю, что тема у нас с вами звучит так. Как предотвратить последствия развивающегося сахарного диабета. С тем, чтобы у нас не возникали проблемы с сосудами, с сердцем, с почками и так далее. Чтобы не возникало вот той ситуации, когда уже требуется нож для того, чтобы привести хоть в какое-то более-менее благоприятное состояние ваш организм. Как всегда, сегодняшнюю встречу мы начинаем с одного вопроса, который должен будет прозвучать от вас. Я бы очень хотел, чтобы эти вопросы были связаны все-таки с темой нашей передачи. С нашего обсуждения, скажем так. Потому что конкретный вопрос по теме, которую мы с вами пытаемся как-то осмыслить, он всегда дает нам возможность с вами какие-то вещи уточнить, проявить. Что-то ведь проскальзывает мимо внимания. Что-то остается потом людям доосмысливать. А вот этого бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы вы изначало уже понимали, о чем идет речь, для чего, почему и зачем. Самое главное, зачем. Вот есть несколько положений, которые есть в этой программе, естественно, тоже, которые очень важны для нас с вами. Понимаете, и начиная сегодня практически разговор уже о ваннах со скопидарными эмульсиями, то есть капилляротерапии, одной из базовых процедур при сахарном диабете, я бы хотел, естественно, вначале услышать один или там, ну один, как мы уже договорились, вопрос, связанный с нашей темой. Итак, я начинаю сегодня с этого, а по-настоящему мы сегодня должны с вами говорить вот о чем. Вот смотрите, мы с вами как бы так потихонечку добрались до завершающей части программы по сахарному диабету. Но только вот я сказал слово завершающей и тут же для себя, как бы сам себя отдернул. Потому что это не завершение, конечно, программы. Это как бы ее навершие. Это то, что объединяет или делает единым целым все то, о чем мы с вами говорили. Я напомню, о чем мы с вами говорили. Вот те кирпичики, из которых должна состоять программа. Эти кирпичики известны, мы не один раз о них с вами говорили. Просто задача наша с вами. Помните один момент, что каждый из этих кирпичиков, будь ли то вода, обогащенная кислородом, будь ли то ручные и ножные ванны, будь ли то относительный голод, будь ли то солянка, холмовая стевия и, скажем, тот же топинамбур, или стахис, или побеги черники, или что-то, какие-то травы, о которых мы говорим, опять не имеет значения, будет ли это относительный голод, то есть сокращение количества еды, принимаемой в течение дня, форма питания, что ли, нашего. И я очень доволен, что, наконец, достаточно большое количество грамотных врачей стали говорить о вредности специализированных, ничем не оправданных диет, которые зачастую строятся на экзотике, на экзотических продуктах. Вот это вот совсем нам с вами не нужно, потому что если вы живете на Камчатке, значит, соответственно, у вас есть некий приоритет в продуктах морских, гидробионты. Вот что, так сказать, в большей части присутствует в вашем рационе. Значит, это надо принимать во внимание, и надо принимать это так, как данность. Вот такую. Если вы живете, скажем, в Краснодарском крае, то, значит, соответственно, ваше питание, оно состоит из других компонентов. Большая часть, больше занимает количество в вашем рационе, большее место занимают овощи, фрукты, и это тоже надо принимать в расчет. Если мы живем под Москвой, здесь своя ситуация. Вот исходить нужно из этих вещей. Алло, я слушаю. Алло. Анатолий Кемович, здравствуйте. Здравствуйте. Я иду по вашей программе уже четвертый год, я диабетик. Так. Вот, и, в общем-то, у меня успехи такие. Я соскочила полностью с таблеток. Ой, Господи, я уже... Я по вашей методике, как вы говорили, постепенно, постепенно я вот это вот все... Вот скажите, как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, скажите мне, пожалуйста, это вот для человека, это очень тяжело, вот, идти по программе? Нет, это не тяжело, это очень даже, очень хорошо. Делаю вот скипидарные ванны уже четвертый год. Боже он. Вожу, конечно, ем, но и моя вся семья ест. Вода, это в обязательном порядке. И вот скипидарные ванны делаю с солью, все, но сейчас хочу, может, что-то для тебя еще новое возьму. Ну, ага. Да, но у меня к вам вот такой вопрос. Вы говорили о работе диафрагмы. Да. При диабете. Мне бы хотелось узнать, возможно ли применение дыхательной гимнастики по Стрельниковой? Возможно. Возможно. Конечно. И аппарат Фролова. Конечно. Конечно, да? Конечно. Понимаете, какая штука? Ну, вот, к сожалению, со Стрельниковой я не очень знаком. Хотя, так сказать, самую методику я, ну, не в таких мелких конкретностях, в общих чертах я знаю. Сам я ее, к сожалению, не пользовался никогда, но как-то так вот оно как бы не доходило. Потому что для меня ближе как раз методика Владимира Федоровича Фролова. Понимаете? Потому что я был с ним достаточно знаком, то есть я знаком с ним по жизни. Вот. Попробовал эту методику на себе. Я знаю, каковы результаты при диабете применения этой методики. Так что я, так сказать, никак не могу возразить, тем более, что не там, не там. Нет. Ну, в Стрельниковой там есть особенности, которые надо обязательно соблюдать. Понимаете? Надо очень точно выполнять все рекомендации специалиста по этой методике. Понимаете? Вот здесь самому придумывать ничего не надо, потому что можно себе нажить. Большие неприятности. С точки зрения применения вот тренажеров, да, Владимира Федоровича, я думаю, что там вообще проблем нет. Тем более, что если даже возникают какие-то проблемы, скажем, в практике, тогда вы занимаетесь на этом приборе, с этим прибором, могут возникать некоторые осложнения. Но их надо рассматривать как вот то, что принято называть в кавычках гомеопатическими осложнениями. Надо хорошо их принимать. И надо спокойно пережидать эти обострения, возвращаться немножко назад и снова начинать. Потому что вот наше спасение не в том, чтобы вот, точнее так, не только в том, чтобы досконально выполнить. Но самое главное, не переусердствовать. Да, я поняла. И помнить. Умеренность во всем. Конечно. И помнить, что малое воздействие, это тоже воздействие. И зачастую малое воздействие оказывается более эффективным, чем большое. Понимаете? Анатолий Кимович, еще один у меня к вам вопрос. И сахар катится вниз, тут надо смотреть. Да? Вот, значит, я с таблеток-то спрыгнула, но я села на травки. Завариваю все травки, я их меняю. Травки, но у меня стевия идет постоянно, в любой сбор входит. Так. Не вредно ли это? Значит, Людмил, проблема вот в чем. Вернее, это не проблема, наоборот, это радость человеческая. Я знаю только две травы, одна из которых практически не обладает никакими противопоказами и не вызывает накопление этих побочных эффектов. У нее этих побочных эффектов просто нет. Это стевия. В общем, знаю я это дело уже, наверное, ну, лет 19 точно. Потому что я помню еще в самом начале, в одной из первых программ «Помоги себе сам» я рассказывал о том, как эта стевия из Латинской Америки, из Южной Америки пришла в Россию. Понимаете, тогда это вообще чудо-трава. До сих пор я не помню ни одной публикации, ни одного сообщения. Ну, возможно, конечно, что-то там проскочило в меня. Вполне возможно. Но во всяком случае, я не знаю побочных действий стевии. Поэтому ее можно применять практически всю жизнь. Единственное, о чем я всегда говорю. Опять, не надо переусердствовать. Если надоело, вот бывает так, ну, вот перенасытился организм, уже все, на стевиозид я смотреть не могу. Ну, прервитесь, пожалуйста. Прервитесь, пожалуйста, понимаете? И черники никакой не надо. Понимаете, может быть даже вот это чувство, вот такого надоедания, да? Вот нежелание больше, оно еще может возникать от того у нас с вами в организме. Мы же не умеем слушать себя-то. Понимаете? Из-за того, что уже стевия, что называется, переусердствовала. Понимаете? И сахар идет, извините, излишне быстро. А нам все-таки вот этот глюкозный уровень-то, баланс-то, надо сахарный баланс-то внутри себя соблюдать. Поэтому имеет смысл иногда дать возможность организму отдохнуть от нее. Вот что. И вот в этой ситуации запомните, пожалуйста, очень хорошо к стевии всегда добавлять небольшой кусочек лимона. Тогда, когда вы делаете чай. Я не делаю чай, вы знаете, дело в том, что я завариваю вот этот сахароснижающий сбор себе на день. И за 30 минут до еды я его выпиваю. И вот в этот сбор я немножко-немножко добавляю стевии. Ну, добавьте только кусочек лимона, Господи Божий, он только на пользу будет. А, ну все понятно. Понимаете, не говоря уже о том, что это аромат другой, это вкус другой, это немножко, конечно, но все-таки витамина нам тоже не помешает. Ну да, да. И еще, Анатолий Ефимович, дело в том, что... Вторая трава, про которую я говорил, простите, Людмила, это солянка холмовая. А, да, я ее тоже применяю. Да, 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 да. Слушаю вас. И еще вот, значит, вопрос такой. Я себе завариваю вот корень лопуха, корень, ой, одуванчика. Да. И вот этот топинамбур я сушу. Да, да, да. И делаю себе как кофе. На это сам стахис, кстати, тоже я его выращиваю на участке у тебя. Ну, очень хорошо, да. И делаю как кофе себе. И вот вечером, часов в 7 вечера, я себе завариваю такой вот кофе кружечку и выпиваю. Ну, очень хорошо. Вот это вот, тут тоже перерывы нужны, да? Вы знаете, что я бы советовал. Вы знаете, или, или, сейчас скажу преступную штуку, но не для вас. Для тех, кто вот сейчас меня слышит, так сказать, я хочу предупредить, чтобы, так сказать, этим не увлекались раньше времени. Вы можете в этот сбор, вот помните, в советское время был так называемый желудевый кофе. Да. Вот молотые желуди, это вообще гениальный продукт, вообще по-настоящему, гениальный. И я вот сколько убеждаюсь сейчас, что советский рацион, который нам прописывался, да, и мы говорили, фи, как невкусно, оказался самым полезным и самым здоровым для нас. Значит, я не говорю о желудях, я говорю о том, что стахис, смотрите, стахис, дальше цикорий, да, дальше, что вы еще кладете? Корень одуванчика и корень лопуха. Корень лопуха и корень одуванчика. Ради бога, в равных частях смешали, да? И потом туда добавили одну четверть от общего количества порошка кофе. Поняли меня? Кофе какой? Зерновой, натуральный. А, натуральный? Конечно. Понимаете, какая вещь? Дело все в том, что кофе, понимаете, вот уже сколько лет на моей памяти идет спор, что для человека полезнее, что вреднее, чай или кофе. И никак не могут прийти к общему мнению. С одной стороны, все утверждают, что кофе полезен, а чай нет, или чай менее полезен. Другие говорят, что чай более полезен, чем кофе. Вот, понимаете, проблема заключается в том, что это продукты одного порядка. При этом их надо рассматривать, потому что и там, и там кофеин. Еще неизвестно, и выяснилось давно уже, вы ясно, что в зеленом чае кофеина больше, чем в черном, и больше, чем в кофе. Понимаете, потому что вот кофе, кофейное зерно, оно, так сказать, является источником медицинского кофеина. Поэтому тот кофе, который мы с вами покупаем, он вытянут. Там кофеин-то практически нет. Понимаете? Но все-таки вот то небольшое количество, которое остается, играет очень хорошую роль для нас с вами. Почему вот так человек утром привыкает выпивать чашку кофе? Понимаете? Не стимулирует кофе давление. Прошу прощения. Не стимулирует, скажем, нагрузку на сердце. Нет. Увеличивает частоту сердечных сокращений. Да. Вот кому по-настоящему вреден кофе? Те, у кого аритмии. Мерцательная, пароксизмальная, тахикардия. И вот этим людям, да, кофе опасен. Опять все зависит от дозы. Понимаете? Ведь известно по истории, что Наполеон всю жизнь принимал мышьяк. Но умер-то он, как вы понимаете, не от мышьяка. Вот чем дело. Поэтому тут доза. Поэтому если вы вот на такое четверное количество, да, смотрите, стахиса, лопуха, корня одуванчика, это все хорошее, только единственное, я бы все-таки корнем одуванчика и не злоупотреблял, потому что это довольно мощная желчегонная, понимаете? И тут мы напрягаем желчный пузырь, напрягаем печень саму. Надо все-таки, чтобы печень в этой ситуации была более-менее спокойна. Поэтому злоупотреблять этим не надо. Цикорий замечательно вот в этом составе, да? Чуть-чуть стеви и кофе. Понимаете, это вот вы для себя сочинили замечательный адаптоген, причем диабетический. Вот чем дело, понимаете? И по сути это единственная у вас задача так отслеживать, да, уровень сахара и все. Да, да. Ну вы знаете, у меня сахар-то был, когда я в больницу закремела, у меня был 21, а сейчас у меня держится около 6. О, ну так это практически... 6, 6,2, 6,4, вот такое. Это физиология, на сегодня это физиологическая норма почти. Ну вот. Ну там 5,7, 5,6, это уже нормально вообще, а тут 6,2. Ну у меня физическая нагрузка идет очень активно. А как вы считаете, а понимаете, какая штука, а иначе нельзя? Понимаете, тогда если нет физической нагрузки, значит надо садиться на полуголод. Ну да. Понимаете, да? Иначе же все это опять остается там внутри, неизрасходованное, и опять идет все, ну как в общественный спуск. Да, да. Я говорю, я на седьмом десятке в тренажерный зал пошла, даже не думала. Да, вот видите, как здорово, да. Вот это просто здорово. Вы просто замечательно поступаете. Я советую вам вот этот напиток с кофе попробовать, вот эту чашечку утречком выпивать, вот такую. Во-первых, просто я помню вкус и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого, ну так предполагаю, у себя такой букет очень-очень симпатичный. Ароматный, вкусный даже получается. Да, 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 да. Все, спасибо вам большое, спасибо вам за вашу программу. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, всего доброго. Итак, друзья мои, вот оно у нас с вами, так сказать, наступает. Сегодня мы с вами поговорим про скипидарные ванны, которые такую огромную роль сыграли в состоянии здоровья нашей телезрительницы Людмилы. Вот, а в следующий раз тогда я хотел бы сложить такой вот шаблон строительства противодиабетической программы. Вот вы в такое состояние, надо выйти, как наша Людмила, понимаете, и тогда вам никакие хирурги, никакие кардиологи не страшны будут. Вот в чем тут дело-то, понимаете? Даже при сахарном диабете, даже при сахарном диабете вы будете жить зачастую дольше, чем те люди, которые не имеют его, этого самого сахарного диабета. Вот это очень важно. Итак, давайте к скипидарным ваннам. Вот смотрите, мы с вами пьем воду, вода, извините, меняет состав, не состав, состояние нашей крови. Особенно вода, насыщенная кислородом, так как мы с вами делали, она уже потихонечку начинает помогать вашим лекарствам, вашим препаратам снижать, более активно снижать уровень сахара крови. Да, и при этом возникает обязательное правило наше, которое обязательно для исполнения отслеживать уровень сахара, все непременно. Потому что загонять себя в гипогликемическую кому я, безусловно, сейчас ужесточаю то, о чем я говорю. Да, как бы усиливаю этот эффект, говоря, что загоняет себя в кому. Но при этом, так сказать, помнить об этом надо. Помнить об этом надо. Понимаете, мы, что мы таким образом делаем? Мы потихонечку начинаем нормализовывать состояние детоксикации организма, которое всегда есть при разрушенных системах обменов у нас в организме. И углеводного, и жирового, и белкового, и минерального. Понимаете, у нас появляется внутри больше эндогенных метаболитов, как говорят, или просто шлаков и токсинов, продуктов нашей собственной жизнедеятельности. А мы уже вот даже этими двумя вещами, водой, насыщением воды и изменением, соответственно, изменением состояния крови и подвижности крови, мы с вами начинаем помогать организму от них избавляться, снижая сахар. Снижая сахар. Вот это очень важно. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы сейчас подытожим, а уже после перерыва я начну рассказывать вам про скипидарные ванны. Вы должны понимать почему. Вот это как бы у нас с вами первый шаг. Второй шаг, который мы делаем, мы с вами переходим к тому, что называется диабетический относительный голод. Тогда, когда мы, оставляя количество приемов пищи в течение дня, 4-5, сокращаем количество продуктов, которые съедаем. Количество. По количеству мы сокращаем. И если мы каждый там 4-5 раз в день съедали там по 150-200 грамм, это уже много. Понимаете? Мы должны его довести до 100-150 грамм. Ну, все зависит от массы тела, от потребностей. Понимаете, если человек под 2 метра ростом и у него по норме должно быть там 90-100 килограмм весу, то, естественно, ему 400 грамм, ну что там, там, извини, взглянуть не на что, естественно. Поэтому давайте мы сделаем так. Ну, вот где-то на 25% надо сократить количество еды, принимаемой в течение дня. Количество. И вытискать буквально через 3 дня на фоне воды, на фоне того, что усиливаются вот эти процессы, связанные с детоксикацией или очищением организма, восстановлением лимфотока. Потому что мы же, принимая воду, меняем и лимфоток, меняем и состояние лимфы. А лимфа – это и есть основной инструмент вывода из организма тех самых ненужных нам с вами веществ и соединений. Значит, соответственно, происходит это тогда, когда мы сокращаем количество питания, мы снижаем калорийность пищи, которую принимаем. Уровень, да, количество калорий, хотим или не хотим, мы их снижаем. И это очень важно, потому что вот тут перестаёт в организм поступать излишки тех самых калорий, которые нам мешают жить. Мы доводим количество еды, количество пищи, потребляемой в течение дня, до того уровня, я имею в виду по содержанию калорий, какое только необходимо и достаточно для нашей с вами жизни. Если мы с вами сидим 12 часов сиднем-сиднем перед экраном, так сказать, монитора, то значит, извините, нам не нужны десятки килокалорий. Нам надо сокращать это количество еды. Иначе в скором времени мы с вами будем свисать по бокам стула, на котором сидим. Понимаете, вот в чём вся штука-то. Значит, соответственно, относительный голод нам становится следующей, как бы, ступенькой, которая очень здорово меняет состояние нашего организма. В том числе состояние, связанное с углеводным обменом. Вот здесь, казалось бы, мы уменьшаем поступление количества энергии, количества калорий внутрь организма. Но, смотрите, снижение количества пищи, потребляемой в течение дня в рационе нашем, приводит к тому, что уровень сахара крови опять падает в силу того, что всё-таки жить-то организму надо, и он эту глюкозу будет искать. Он будет помогать тем самым препаратам, да, которые снижают нам сахар. Понимаете, тут получается такая невероятно интересная картина. Невероятно интересная, которая требует вообще дополнительного осмысления. По сути, возникает такая адаптивная ситуация при сахарном диабете. Когда побочные действия, да, и таблеток, и инсулина, которые мы вынуждены принимать, снижаются, а эффективность возрастает. Потому что организм свободен. Есть где, есть как и есть почему. Да, происходить тем или другим биохимическим процессом. Он свободен. И это самое главное. У нас сейчас с вами перерыв. Буквально пять минут, через пять минут мы с вами встречаемся, начинаем говорить о скопидарных ваннах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok